Расмеши свежного Расмеши свежного Расмеши свежного Расмеши свежного Расмеши свежного Расмеши свежного Держи. Я? Держи, да. Отойди туда. Ну что? Иди сюда. Улыбайся. Улыбайся. И что? Ничего, фоткай давай. Давай. Есть. Есть? Сфоткал? Ну и что? Ну это я себя сфоткал. Так правильно, это селфи-палка. Я же тебе говорю, вот ты необразованный. Чего ты лыбишься? Для всех образованных и необразованных правила нашей игры. Каждый участник, вышедший на эту сцену, за одну минуту должен будет рассмешить наших комиков. Если ему это удаётся, он получает одну тысячу гривен. Смех комиков на второй минуте принесёт ему уже пять тысяч гривен. На третьей десять, на четвёртой двадцать. И тот, кто сможет рассмешить наших комиков на последней пятой минуте, зарабатывает пятьдесят тысяч гривен. Зал в хорошем настроении, я тоже комики, тем более мы начинаем. В двух словах, что находится у меня на рабочем столе. Красную кнопку я нажимаю только тогда, когда комики засмеются, улыбнутся или начнут ржать. Зелёная кнопка начинает отсчёт времени. Синяя кнопка делает всех девушек немного счастливей. Могу нажимать её бесконечно. Мы начинаем. На сцене житель прекрасного города Львов. Гацеляк Богдан, встречайте. Привит. Привит. Як дела? Клёво. А мне кажется, вы раньше выступали не в одиночестве, вы были в дуэте с кем-то, да? Нет, я был один. Что, серьёзно? Так, один выступал, один раз, один выступал. Один раз, один и выступали? Так. То есть рядом вот этот вот мужик стоял, это мне показалось? Было таке. Ну хорошо. А сейчас рядом с вами никто не стоит? Двоё. У вас всё в порядке с чувством юмора. Начинайте. Патриотичная сторёнка. Украина уникальна держава. Украинцы спортивный народ. У нас будь-який пенсионер може с легкостью обогнати маршрутку, только для того, чтобы показать водою, який он придурок. Украинцы вирующий народ. Кожен украинець вирует, что если горюку запилать минеральной водой, то целый рік будет здоровый. Только в Украине водой Ланоса – это профессия. Украинцы – талановитый народ. У нас, если девушка живет в гуртожитке и учится на одни двойки, то не значит, что она ничего не умеет. Украинцы – свідомый народ. Кожен свідомый украинець у слове «Путин» робит пять помилок. Спонсором мого выступалу – есть логопедичная клиника «Рарори-Рарорай». Логопедичная клиника «Рарори-Рарорай» запрошу на семинар «Сюшори». Рарори-Рарорай «Сюшорок». Одна тысяча гривен. Богдан, я предлагаю сразу начать дальше, да? Один момент. Как будете готовы, я сразу нажму. Готовы. Спонсором мого выступалу – есть премиский готель «Слався, что послушает, что сала в сушку». Премиский готель «Слався, что послушает, что сала в сушку». На сси по 7 гривен. Девчина Оля гадала в ніч на Ангри, а завагитняла в день від Петра і Павла. Ирина Фарьон не целуется з мужиками по-французски, бо там треба використовувати язык, а не мову. Чемним девчаткам Святой Миколай кладе під подушку цукерки, а не чемним 100 баксів на тумбочку. Таксист за старшим свою першу шлюбную ночь взяв жінки гроши за пристой. Чтобы Буратину не было в уши, и папа Карло по поезд красить его вопном. На трасе Киев-Львів по вії старообрядницы працуют по курсу 8 гривен за доллар. Спонсор мову виступу є провідник поезду Жачу Пшемишель, Жоржко Пшишляк. Мне очень нравится ваша энергетика, я вам дам еще одну минуту. Окей, 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 зараз. Поїхали. Музична сторінка. Саду гуляла, квіти збирала, потім сушила і продавала. А сорочка мамина біла-біла, приходили слайдом два дебіла. А я лише хотів тебе привітати. Повітряну кулю зелену-зелену, але в аптеці були тільки ребристі із клубничкою. Автобіографічна. Народився я у сушорах, виростав в шалачі в горах. Розмовляти почав не скоро, та й то не усі слова. Спайкінжарити, шародіти, стука только шабан журба. Я зі всього алфавіту вимовляю лишь букву А. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Спонсором мого виступу є Гуцульський салон краси «Шалавушка». Гуцульський салон краси «Шалавушка». Відчуй себе жінкою. Михайло Поплавський поїхав з концерта «Ми»! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Очень жалкий. Я прямо слышал, как расстроился зал. Богдан, ну вы нам подняли настроение. Спасибо вам большое! Аплодисменты вам! На трой раз визну 4! До встречи! Пока! Цю гру я бы порівнял просто з футболом. Навіть, якщо у тебе хороша команда, и хороша тактика, но бывают матчи, которые ты не выиграешь. Вот сегодня, напевно, такой день. И, как каже тренер львовских Карпат, я сегодня погано зиграв у третьей зоні, Крішкин недопрацював у третьей. На сцене Ольга Парфенюк, Орлянская Екатерина и Бровкин Евгений. Благовещенск. Добро пожаловать! Здравствуйте! Здравствуйте, ребята, привет! Здравствуйте, господа! Скажите нам, пожалуйста, сколько сейчас в Благовещенске времени? А сколько сейчас здесь? Видимо, если сейчас здесь 7 вечера... Плюс 7 час ночи, да? Да. Правильно я считаю? Плюс 7 часов. Да. Плюс 2 часа ночи. Вы же очень далеко находитесь. Очень. Так плюс 7 или плюс 2? Нет, подожди, плюс 7. Плюс 7. Ну если 7, да. Мы гуманитарии. Ну это мы почувствуем. Пусть будет полвторого. Давайте полвторого, да. Не хотите спать? Нет. Нет. Ну, да, вроде нормально. Немножко, да? Мне кажется, вы у нас выступали. Да. Да, выступали 2 раза. Но вы были без кого-то здесь. А от интриги сейчас? Не помните, да? Я так знала, что вы уже подказали. Вы мальчика запомнили, а девочку нет. Интересно, конечно. Ну ладно. Плохое начало. Ты сейчас топишь, да? Плохое начало. Ребят, ну честно говоря, впервые в нашей программе не начав выступать, ребята проиграли. Проиграли. Спасибо. Стойте, стойте. Мы желаем вам удачи. Давайте. Спасибо большое. Спасибо большое. Итак, Оля, Катя и Женя, я желаю вам удачи. Поехали. Поехали. Все вы видели такого мужчину на остановке. Алло. Ага. Добро. Добро. Ага, пока-пока. Давай. Итак, представьте, что говорят на том конце провода. Алло. Алло, планета в опасности. Ага. Какую сторону вы выберете, добро или зло? Добро. А может, все-таки зло. Смешно. Смешно. Одна тысяча гривен. Ну что? Спасибо, господа. Спасибо вам. Ребята, идем дальше? Да. Добро. Добро. Да, идем дальше. Поехали. Как вы знаете, недавно был задержан Олег Моисеичук. Итак, жена пришла навестить его в следственный комитет. Мы мутили много дел, но лишь Моисеичук влетел. Так, все, у вас две минуты. У вас три миллиарда. Чего? Все, все, все. Они деньги нашли? Ну да, три миллиарда гривен. Че ты мне про гривны говоришь? Я говорю, они деньги нашли? Нет, не нашли. Ну слава богу. Дорогой, слушай, а у нас дома еще что-нибудь ценное осталось? Да, смотри. Так все, время вышло. Подождите, секундочку. Одну секундочку. Дорогая, как придешь домой, спой нашему сыну его любимую песню. Какую? Время пришло. В гости отправиться, ждет меня старинный друг. Он вовсе не славный, он друг, самый главный, он Мишка. Плюшевый Мишка. Самое ценное, что есть, это плюшевый Мишка, который приносит вам пять тысяч гривен. Ребята, идем дальше? Сейчас мы посовещаемся. Может быть, вот так? Ну, давай. И вот так. Давай вот так. Ага. А вот так? Добро. Так. Добро. Ребята решили не останавливаться на пяти тысячах. Идут дальше. Желаем им удачи. Поехали. Парень вернулся из армии, но его девушка его не дождалась. Ну, конечно, все мог ожидать. Но, оказывается, не все, да? То-то, я думаю, ты мне писала, служи спокойно, я тут на парней даже не смотрю. Ну, я, конечно, думал, что я приеду, как бы, вы вдвоем и мы втроем. А вы вдвоем, да? И, как бы, я один. Нормально. Жень, ну че ты начинаешь? Ладно, давай, нам пацанами поговорить надо. Давай побазарим че. Давай, давай. Че, любишь я? Люблю. А у вас с ней уже это было? Ну. Или как в вашем случае это руками показать? 10 тысяч гривен. Я так понимаю, мы идем дальше, да? Нет, давай совещаться тогда будем. Вот это, вот это, вот это. Два шага до 50 тысяч. Видимо, ребята идут пока на 20. Думаешь, если мы второй раз покажем? Нет. Нет. Нет, нет, давай где-то. Только движение будет. Ну давай вот это, еще вот это. Что делать? Давай. Не останавливаются, не останавливаются на достигнутом и идут дальше. Поехали. Поехали. На Бориспольском шоссе столкнулись две жены очень-очень крутых людей. Ты че не знаешь, что Порш Каеновца, блин? Ты мне Бентли расфигачила? Добрый вечер, девочки, старший сержант Бровкин, Бориспольская ГАИ. Значит, опять на встречке, опять лоп-лоп. Ну что, лишение прав, девочки. Товарищ инспектор, ну может быть мы с вами как-нибудь договоримся? Конечно, это же Бориспольская ГАИ, конечно мы договоримся. Значит, смотрите, вы сейчас вдвоем целуетесь, я это на камеру снимаю. Ты че, больной что ли? Давай просто денег дадим и все. Дорогуша, у меня денег дома вот так, мне эмоций не хватает, понимаете? Вчера, если бы на шоссе у нас Лешко голый не бегал на трассе, в этом месяце вообще вспомнить нечего было. Так перестаньте, а! Да конечно, сидит и ржет Владимир Зеленский, получает бешеное удовольствие, а за удовольствие надо платить. 20 тысяч гривен. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Ну, остановимся? Ну давайте до конца покажем. Или деньги не нужны, нужны эмоции? Ну мы так издалека ехали, может быть. Ну давайте номер покажем до конца, мне кажется, всем интересно, нет? Давайте мы наверно, вам интересно до конца посмотреть этот номер? И этот номер или нет? Ребят, ну это же заденький. Это ваше решение. Ну нам просто интересно ваше мнение, вам интересно или нет? То есть вы идете дальше. Вам интересно, насколько нам интересно. Ведь тебе интересно? Ну мне больше хотелось, чтобы ребята выиграли. Да, давайте вспомним, на чем мы остановились. Да, перестаньте. Давайте попробуем. Если бы гола не бегал, не было бы вообще ничего. Закрепили эту ситуацию. Да, то есть денег вот. Да, денег много у него было? Да, дорожку поняли, все пока, все пока адекватно. Давай, хорошо. То есть так, двадцать тысяч вы не берете, идете дальше? Да. Ну мы ехали в год. Перестаньте, вы что, с ума сошли? Так, подождите, вы что, пьяная, что ли? Я понять не могу. А ну-ка, дуньте в трубочку. Теперь вы. Теперь вместе. Так вы охренели? Так, стоп, руки подняла, руки подняла. Руки опустили за голову, за голову, да, сводим, сводим. Плавно двигаемся. Да вы еще цирку строили тут, все мне надоело. Офигеть, конечно, офигеть. Доволен? Да, только сейчас я нажимаю кнопочку записи, вы заново это повторяете. Потому что, ну, как-то... Друзья, так представьте ссора старшей и младшей сестер. Кань, ты что мои штаны напялила опять, еще и пятно на них поставила, блин. А ты вообще с моим парнем спишь? Да? Ну я же аккуратно. Аккуратно? Вот так вот аккуратно. 50 тысяч гривен. Аплодисменты зала и хорошее настроение. Спасибо, ребят, вы победители. Спасибо. 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 Спасибо большое. mincothe. Спасибо. добрый вечер как дела все пучком а ему надо выступать итак первая минута пошла мы с братом пришли ему с танцем держуся моя кранечка вся в героглифах а два месяца селить то что не было как каждого брата посвятил таки вот сотеньки посвятил мой святой в тупинку по ничем он пришел в нема никого я до кати заходу с ним люди включают святого колокольчику такие сами иероглифы а вы а вы кто вы кто я буду будильник строитель ну а вы когда со мной разговариваете куда вы думаете андрей я хочу вам напомнить что у вас одна тысяча гривен уже в кармане вы можете забрать аплодирует вам зал можете рискнуть и продолжить дальше андрей у вас в анкете написано что вы ассоциируете себя с собакой это точно собака точнее что не бывает андрей скажите мы идем дальше или вы забираете одну тысячу гривен и идем дальше но еще и вот есть минуты в нашей программе когда не завидуешь комик ну чтож жёня вова собрали И все, собрались. И ты что? Вы собрались. А где ты человек стоишь? Не надо, пусть он меня не видит. Меня нет, все. Поехали. Пять тысяч гривен, вторая минута. У меня мастер на работе был. Ни словом сказать, ни пером писать. А заливали ему асбестовый стопчик. А он пришел в ключах. А он носил в своей будове ключи. А такие грубые же. А эти ключи не нашел. А ему еще его съели. А откуда нам все на животе? Пришел и говорит, я вам поможу асбестовый стопчиков бетоном заливати. Ярославович сказал, что вы не помогаете? Помогаете, уже помогаете. А он нахилився. И эти ключи все вестигнули, а замки все в бетон. Раз. Я говорю, Ярославович, подтягни. А он за пазуху. Нахилився. За пазуху за бетоном. Я говорю, вы за этими ключами замки не открываете. Ярославович, что вы не открываете. А он бачил, что мое страх. Я говорю, подтягни тот поводок. На курорте. А он говорит, не я не буду. А я говорю, а чего? Я был шикар эксперт на машину. Газон стоял. А ты ключи упали за борт. И газон рушил. Аплодисменты это был Андрей Семчук. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Аплодисменты. 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 Надо снимать стресс. Аплодисменты. Аплодисменты. Вы в доме где-то, да? Нет? Никогда не вели свадьбы, мероприятия. Свадьбы ведем. Очень похоже сразу, давайте похлопаем. Ты вспомнил, ребята, твою свадьбу? Я просто испугался, чтобы они, глядя на вас, горько не закричали. Ребят, сами пишите юмор? Да. Вдвоем или помогает кто-то? Не, ну, команда. Есть команда. И друг другу помогаем. Сделая команда, пишет. А деньги как делить будете? Мы не жадные между собой. Деньги, на самом деле, это не главное в жизни, главное здоровье. Так вы ребятам, так вы команде сказали. Ребят, главное здоровье. Да, да, да. Это правильно, по-доброму. Ну что, начнем? Да? Готовы? Конечно. Конечно. Крымско-татасские грабители не грабят банки. Им стыдно надевать на голову чулки. Человек без указательных пальцев максимум, что может сделать с пистолетом, это припугнуть. На свадьбу продавца-консультата пришли гости просто посмотреть. Первым словом Льва Лещенко был свист. Цыгане в Амстердаме воруют единорогов. Чтобы хоть как-то поддержать разговор, Виталий Кличко кашлял. Космонавты, пролетая над троечиной, видят две ягодицы. А у нас совет мужчинам. Если у девушки зеленые глаза, можно смело подкатывать. Если желтые, притормози. Если красные, эта серва что-то употребляет. Гардеробщица без номерка не дает. Так как симферопольская таврия голов не забивает, игроки решили, что будут праздновать угловые. Очень старая корова дает сыр. А мне тоже понравилась шутка про угловые. Одна тысяча гривен есть. Идем дальше? Да, конечно. Поехали. Новенька. Новый журнал «Плейбой для слепых». Теперь с пупырышками. Если прочитать сказку «Колобок» наоборот, то получается, что лиса отрыгивает кусок теста, который едет по зверям, приходит к деду с бабкой, потом бабка раскатывает его в тесто и разбрасывает по сусекам. Подал, молодец. Мальчик-дебил съедал игрушку из-под киндера и играл с шоколадом. В спортивных школах Херсона бегают за мячиком за забор те дети, у которых есть загранпаспорт. Когда русскому плохо, он идет в березки. Когда плохо украинцу, он ест сало. Когда плохо крымскому татарину, он вызывает скорую. Человек с большим кадыком, когда глотает, отбивает себе подбородок. Кондукция сейчас со стажем может на глаз отличить шестилетнего ребенка от семилетнего. А у нас врачебная халатность. Во время операции доктор ел киш-миш. Благодаря этому Катя теперь девушка с изюминкой. На похоронах учительницы все достают двойные цветочки. Замечено. Если повесить... Ну и смешные там какие-то шутки. То ли в подаче, то ли... Ну что-то такое. Очень хотелось нажать. Я прям мечтал, чтобы улыбнулись Евгений и Владимир. Но, к сожалению, этого не увидел. И по правилам нашей игры, та тысяча, которая у вас была, обратно возвращается к нам в сейф. Единственное, что мы вам можем сказать. Спасибо, что приехали. Чуть-чуть не хватило. Спасибо. До скорых встреч. Пока-пока. Одну секунду у нас тут есть подарок. Мы в халпаке привезли. Это вам Крым. Спасибо, спасибо за подарок, ребят. Спасибо. Полкишок не забрали. И мы извиняемся заранее. Можно займем секунд 30 вашего времени? Передадим привет крымчанам, крымским датарам. Можно? Зал поддержит. Мы скажем. И потом... Давай. Дорогие друзья, мы находимся в Киеве на шоу «Рассмеши комика» 10 сезон юбилейный. И всем крымским датарам, всем крымцам. Большой селям. Все, спасибо большое! Спасибо! Спасибо! Пока-пока! На сцене представители города Новороссийск. Панфилов Кирилл и Панфилова Софья. Встречайте. Здравствуйте. Привет, ребята. Здравствуйте. Мы поздоровались все. Здравствуйте, друзья, здравствуйте. А я не пойму, у вас одинаковая фамилия. Вы кто друг к другу? Ну, а на что больше похоже? Что вы очень рано стали отцом. Совсем рано. В три где-то. Нет. Нет, не угодно. Вторая попытка. Я стал очень рано матерью. Я ее мать. Нет, это моя сестра, я ее брат, мы родные, несводные, мы из одной мамы, и мы молодцы. Ура. Чем занимаются молодцы? Да чем, знаете, придется. Вот смешим. А этими зарабатываете? Ну, как бы да. У нас можно заработать 50 тысяч, вы слышали об этом. Неплохо. А на что потратите такую сумму? А вы сначала дайте, а мы там разберемся. А вы сначала скажите, а может быть, оно может не надо. Сватываете, знаете, еще не про шкуру как, неубитого оленя. Ну, что-то да. Пока у вас получается? Нет. У вас пока что больше. Ладно. У вас больше шансов забрать эти 50 тысяч, тем более безболезненно вообще для кого. Почему это вы считаете безболезненно? Да у вас оно рядышком. Оно лежит. А, лежит. Оно лежит. Оно против. Ага. Оно тоже, в принципе, не за. А если ему дать долю, то он, возможно, будет за. Тут же все просто работает. Удачи, ребята. В двух словах объясню, чтобы было понятно. У нас такие небольшие миниатюры животного плана, поэтому будет, возможно, жестковато. Что это значит, животного плана? Ну, жестковато где-то будет очень. Ну, какая жизнь, такой юмор, в принципе. Вот, в конце каждой миниатюры у нас рок-н-ролл, поэтому после каждой рок-н-ролл смеемся, даже если не очень смешно. У нас схема верняк такая. Мы сейчас узнаем, что такое рок-н-ролл. Пшшш, рок-н-ролл. Все, теперь уже можем. Поехали. Какие красивые имена Кирилл и Софья. Пожелаем вам удачи. Поехали, ребята. Итак, Рэмбо немного промахнулся. Ха-ха-ха. Не, не сюда, так. Рок-н-ролл. Русалочка. Русалочка, я дам тебе ноги, но взамен заберу твой голос. Да забирай, нафиг он мне такой нужен? Рок-н-ролл. Мушкетер забыл шпагу. Ага, сударь, защищаетесь, как дэмпадла. Рок-н-ролл. Человек с плохим чувством юмора. Женщина, женщина, вашего мужа КамАЗ сбил. Да ладно, сучу. Не КамАЗ, Мазда. Рок-н-ролл. На корпоративе Газпрома. Слушай, ну роллы могли на голой бабе подать. Не, ну с Ленина тоже неплохо. Рок-н-ролл. Вообще не туда мы приехали. Папа выгнали из церкви. А вам уголек на колья не поменять? Угу, спасибо, все. Я рок-н-ролл уже не буду говорить, тут непонятно. У стоматолога. Доктор, у меня все зубы попадали. А нефиг было так заре подкрадываться. Давайте садитесь, посмотрим, что у вас. А что, засмеялся? Вот это сюрприз. Да, на последней, на последней секунде. Владимир Зеленский. Засмеялся и принес вам одну тысячу гривен. Рок-н-ролл. Ребят, ну вы видите, что непросто деньги-то заработать у нас в программе. Вы очень много тратите время на рок-н-ролл. А я уже забил на это и все, просто. Забейте на рок-н-ролл. Да, все, просто. Тем более у нас осталось две, по-моему. Итак, ребят, на данный момент у вас есть одна тысяча гривен. Можете забрать, можете рискнуть пойти дальше. Да, а что, ну дальше, конечно. Конечно, дальше, поехали. Подожди, покажи, что есть. А, нормально, конечно. Поехали, ребят. Дальше. Электрика, третий час, бьет током. Петка, суслик, да выключите рубильник, у меня уже маты кончились. Семенович у врача. Здравствуйте, доктор, я вчера прыгал на скакалке, вот пришейте титьки обратно. Ёжик в тумане. Какой туман, вообще ничего не видно. Еще ежи эти на дороге. Без рок-н-ролла все. Кавказский эксгибиционист. Ага, ну сейчас, 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 вот он. Разговор. А, ты знаешь, пришло время с тобой поговорить, мне кажется, ты со мной только из-за денег. Ты что, дурак, что ли, ну какие деньги? Ты, кстати, продлевать-то будешь? Рок-н-ролл, оп, сорвался опять. Страшная девушка на кассе в супермаркете. Так, дайте, пожалуйста, бутылочку шампанского, коробочку конфет и две бутылки водки, давайте. Пакет брать будете? О, пакет, водку не надо. Пакет же, дорогуша, ну пакет же. Красная шапочка первый раз покурила. Красная шапочка, с чем у тебя пирожки? Походу с голосом, походу с тэп. Ну вот так, че. Ребят, ну хорошее настроение вы нам подарили. Мы вам подарили аплодисменты, видимо, это все, чем мы можем с вами поменяться. Пока-пока. Рок-н-ролл. До свидания. Юмор есть штука специфическая. Где-то он входит, где-то не входит. На сцене Евгений Лишенко. Город Лубны. Встречайте. Вот вы знаете, Евгений Валерьевич, у меня ощущение, что вы здесь у нас были. Да, раньше была у вас. Когда в анкете было написано 19 років, а не 20. Да? Так было мне 19, а теперь уже 20. Я вижу, что постарел немножко. Трошки е, да? Ну трошки е, я даже не узнал. Ну что с тех пор вообще, что произошло в жизни? Ну таке. Живу по троху, працюю. По троху? Пришел в лес, я ж лесник, помните же. Ну и как? Ну вернулся я смотрю. Пришел, глянув в лес, поняв, что не мое. А-а-а, понял, что не твое. Решив в шоу-бизнес. Вот тебя кидает, братан. Да. У нас в шоу-бизнесе время, деньги. Друзья, есть у нас немножко для вас время? Доброе. Доброе. Удачи. Дякую. Поехали. Веселля было зипсоване на 50%. Сельский кролик, у которого не было секса два года, держит весь лис в напряжении. В косоглазой семьи хороводы водят, куда глаза глядят. Неудачник Вася не знал, как отметить Новый год и отметил его в календаре. Бабушка с фамилией Путина сидит на лавочке мовчки. Подушка с пирья была такая натуральная, что иногда кудахтала. Колобок был такой пьяный, что начал с собой закусывать. А там была смешная шутка, и Владимир рассмеялся. Давайте посмотрим повтор. Слишком хочется, чтобы Евгений не заканчивал на этом. Я почистил зубы, это же видно. Да. По правилам нашей игры комики не имеют права закрывать лицо рукой. Если они это сделали, значит они проиграли. Одна тысяча гривен у вас есть. Итак, идем дальше, Жень. Так, конечно, попробуем. Вторая минута, на кону пять тысяч. Девчина, которая работает на ЖД вокзале, посварилась с своим пареньем. Шановные пассажиры, на другую платформу прибывает быстрый потяг. Будьте внимательны и обеспечены, кроме тебя, козлина. Девочка с очень большими глазами держит бинокль наоборот. Света так голос не докламывала вірши, но дальнобойщики брали тихо, у кого юбка покороче. Куплена Евгением собака гавкала так голосно, что теща курила в сторонке. Катюха с прозвищем Гирлянда каротнула Валеру. Киевский мэр пришел на игру что-де-коли, ну так и не понял, что-де-коли. Когда семейный лекарь ехал на веклик, он уже знал, че может вхорить светочка по написам в лифте. Дуже высокий мальчик вводит дружбу с голубями. Дуже чувствительный рыбак поймал, простил и отпустил. Жень, скажи мне, а ты сам пишешь шутки? Так, случайно. Да, я тебе скажу, что ты большой молодец. Дякую вам. Ты большой молодец, но, видимо, нужно будет приехать, когда в анкете будет написано 21. Спасибо большое, ты видишь, что ты понравился залу, но, к сожалению, сегодня ничего не выиграл. Пока-пока. Пока-пока. Для его возраста очень здорово. Очень хорошо. Ему правда не хватает, в общем, о мудрости чуть-чуть для шуток умных. В общем, все придет. В следующий раз приедет за деньгами, я думаю. Думаю, да. Я хотел бы передать привет всем своим родным друзьям. Дякую за поддержку. Ирина Николаевна, Александр Степанович, спасибо, что поддерживаете. На сцене Анна Теодоровна Форис. Село Рудники, Николаевский район, Львовская область. Встречайте! Анна Теодоровна, добро пожаловать. Разреши меня, разреши меня. Все, Вить, нам хана. Доброго дня, шановная студия. Здравствуйте. Доброго дня, шановные комики. Доброго дня, ведущий. Здравствуйте. Пенсионерка. Чем займаетесь, Анна Феодоровна? Складаю частушки. Молодец какой. Теперь на пенсии, то что робите? Треба чемусь занятися таким, чемусь веселым. Это правильно, веселье помогает. Великая семья. Унуки есть? Унуки есть. Супер. Пять унуков есть и правники уже есть. Молодец. Молодец. А чем знаменито ваше село Рудники? У нас есть памятники Шевченко. Ну уже не главное. Не, ну брат, хорошее село. Там, наверное, очень красиво. Хорошее, много населения есть. Да, а сколько населения есть? Да, я так не помню. Знаю, что много. Знаю, что много и всех в лицо знают. Так, так, много. Анна Теодоровна, ну что? Значит, возраст у вас еще юный. Будем спевать и юморить? Так, так. Ну давайте, удачи. Ну, давайте начнем. Итак, первая минута пошла. З голубого ручейка начинается река, ну а наша передача из Улыбки. А вас два, я одна, я вас все не бою. Не ведите меня будяки, бо я все поколю. А что вы говорите? Вот там слово будяки было, это буряки, будяки. Да, это я для Вити перевел. Но все равно, даже я, я не понимаю, между будяков и что после вы говорили? Какие слова были? Слышал, что программа начинается с Улыбки. Ясно. Но это вы сами сочиняете, да? Сама, куда чло? Нема кому, чтобы допомогти. Итак, Анна Теодоровна, на данную минуту вы выигрываете одну тысячу гривен. Я напоминаю, что вы можете забрать, это уже ваш выигрыш. А можете рискнуть и попробовать выиграть пять тысяч. Попробуете? Попробуем трошки далее. Тогда я запускаю вторую минуту. Тишина. Вторая минута. Я продолжу ту же самую частушку. Як я мала двадцать штири, любили мій офицери. А як мала двадцать пятий, не схотів і песку длати. Тихо в лесу. Пугаць лови звезду. 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 Скільки ви зарубляєте? Повемо сидів. Що місяця скільки ви зарубляєте? Та-дам... Тисяча штос гаком. А, з гаком? З гаком, так. Це скільки? Тисяча сто? Скільки гак у вас? Так. Гак, це скільки? Тисяча с гаком? Та-дам усе. Смотрите, ви виграли 5 тисяч анатолю. Так. Це ж 4 місяці з 4 гаками. В середній. Так? Ну, можна гулять вам нормально і тихо в лесу погулять. Пока там не спит сова. Или кто? Или барцук. Ну, я ще решила. Що б гублетов сойти сама можна. Зачем вам надо дальше? Я решила. Подождите, друзья, подождите. Анна Теодоровна, ви знаєте, що якщо счас комики не засмеються, то ви і 5 тисяч потеряєте? А я маю надіюся, що думаю, засмеються. А якщо ні, ноль буде? Я вбраво. Ну, то нехай буде грош. Так вам вбраво. Заберете? Я соглашаю. Заберете 5 тисяч гривень. Ми вас поздравляємо. Эти аплодисменты вам. Смеши свечного. О, дорогие телезрители, берите пример. 77 лет. Приехала і виграла 5 тисяч. Очень хорошо, что ты смотришься. А вон идут, шти, Теодоровны. Теодоровна. Со своим пришла. Друзья, если в субботу вечером консьерж не открывает вам дверь, в справочной ЖД вокзала никто не берет трубку, а в ресторане долго не несут ваше блюдо, ответ один. Все они смотрят «Рассмеши комика» каждую субботу на канале «1 плюс 1». Увидимся. Пока. Рассмеши свежего, разреши меня, разреши меня. Рассмеши свеж 스킬. Рассмеши свежего, разреши меня. Продолжение следует...